Итак, уважаемые коллеги, я дома просто смотрела видеозапись лекции, я поняла, что я выпускаю один момент. Еще хочу сказать здравствуй, уважаемый зритель. Я надеюсь, что тебе очень приятно смотреть эти лекции, ты получаешь большое удовольствие, а материал является для тебя полезным. Сегодня у нас третья заключительная лекция. Это кульминация. Я сразу говорю, что самое важное, вообще, ради чего все это задумывалось, это именно материал третьей лекции. Ну, я знаю, что первые две, они для вас тоже были насыщены какой-то важной и полезной информацией, и, в принципе, каждая из них довольно-таки самодостаточна. Но лично я использовала материал первых двух лекций именно для того, чтобы разложить по полочкам и по клеточкам кое-какие сведения, для того, чтобы сегодня мы могли их объединить, да, именно сегодня вы узнаете самое главное, в чем, собственно говоря, и заключается грамотное использование психоаналитикам своей психики в работе. И сегодня именно вы получите самый главный ответ на самый главный вопрос, как работает все-таки психоанализ. Я напомню, для того, чтобы так немножко освежить информацию, чем мы с вами занимались на первой и на второй лекции. Значит, на первой лекции мы рассмотрели такой момент, кто такие пограничники, кто такие невротики, и что такое психическое здоровье, да. То есть в чем заключается цель психоаналитического лечения? Она заключается в том, чтобы продолжить задержанное и нарушенное развитие психики, для того, чтобы человек мог достичь психической зрелости, которая, собственно говоря, и совпадает с ощущением удовлетворенности собой, близкими отношениями, социальной адаптацией, способностью плодотворно трудиться, принося благо своему сообществу. Вот. И мы рассмотрели, какие ожидания, нереализованные потребности есть у пограничников и у невротиков, какие у них представления о себе, какие у них представления об объекте, в чем заключается причина их неудачи, почему их психика задержалась на той или иной стадии психического развития, и каких структур им не хватает до психической зрелости. Помните? На второй лекции мы рассматривали эмоциональные аспекты взаимодействия между людьми. И мы говорили о том, что психоаналитик использует свою психику как источник понимания клиента. И он может испытывать несколько разновидностей эмоций. Контрперенос психоаналитику мешает в работе, и он должен от него избавляться. Комплементарный отклик трансферентного объекта, комплементарный отклик эволюционного объекта и эмпатический отклик психоаналитик использует для того, чтобы давать те или иные полезные интервенции, то есть процедуры в психоанализе, которые помогут именно добиться необходимой цели. Сегодня мы постараемся объединить материал первой и второй лекции, для того, чтобы это все у нас заиграло и осмыслилось. Значит, начнем сначала. Когда клиент приходит на психоанализ на самый-самый свой первый сеанс, да? Что мы у него спрашиваем? Почему именно сейчас вы обратились? Да. Почему вы решили ко мне обратиться? Это вторая фраза, которую мы ему говорим. Первая, мы ему говорим «Здравствуйте». Второе, мы ему говорим «Волнуетесь?» Он говорит «Да». Мы ему говорим «Это нормально, все волнуются». Это первое эмпатическое описание. А дальше мы у него спрашиваем «Почему вы решили ко мне обратиться?» И, отвечая на этот вопрос на первом сеансе, он сам рассказывает нам, да, то есть он формулирует запрос. И он говорит именно то, чего бы он хотел добиться, то есть чего ему не хватает до психического здоровья. Но он это будет говорить своими словами, как это он привык самоощущать и воспринимать в своей жизни. И постепенно, отвечая на этот вопрос и ставя какие-то цели перед собой и перед нами, он будет также упоминать и о том, что же ему мешает самому добиться этой цели, почему он решил именно обратиться за помощью к нам. Примерно на первых пяти сеансах мы своим наметанным психоаналитическим глазом будем его оценивать примерно по всем тем параметрам, о которых мы говорили на первой лекции. То есть отдельно взятого этого клиента мы как бы разложим по полочкам, да, и постараемся определить, какие у него есть трансферентные ожидания в отношении нас, какие у него есть нереализованные потребности в отношении нас, какие представления о себе у него есть, которые ему мешают жить. Также мы будем оценивать характер его взаимоотношений с нами. То есть он нас воспринимает как индивидуальный объект, то есть он невротик, либо он нас воспринимает как функциональный объект, то есть это пограничник. И таким образом мы будем его относить к той или иной диагностической категории, пограничник или невротик, и будем, соответственно, выбирать уже подходящую именно для этой диагностической категории форму, то есть фазово-специфический подход техники. Потому что техника для пограничников и для невротиков разная. И еще дальше, чем больше мы будем его узнавать, тем более наши взаимоотношения с ним будут становиться близкими, да. А я говорила о том, что психоаналитик, он вступает во взаимоотношения с клиентом. То есть понятно, да, когда два человека сидят одни в закрытом кабинете и друг с другом разговаривают, это значит, что они вступают друг с другом во взаимоотношения. Даже если психоаналитик плохо обученный, и он отрицает то, что он вступает во взаимоотношения с клиентом, в это время он все равно в них находится. Только это плохие взаимоотношения получаются, если один из них отрицает свое участие. И получается, что в этих взаимоотношениях постепенно все больше и больше клиент начинает направлять на психоаналитика свои детские инфантильные аспекты психики, то есть свои ожидания и потребности из прошлого. Потому что когда клиент приходит на первый сеанс, мы его воспринимаем полностью как взрослого, то есть соответствующего его хронологическому возрасту. Вот там Марина, ей 35 лет. Мы ее воспринимаем как взрослого человека, на равных себе, как нашего работодателя, перед которым мы хотим быть ответственными специалистами и хорошо выполнять свою работу. Но вы знаете, что мы сначала, в начале отношений, кажемся немножко другими, а потом чем больше отношения становятся близкими, проявляется наше истинное лицо. И вот это самое истинное лицо, оно как раз таки и представляет из себя те самые инфантильные аспекты, в которых человек задержался в своей психике. И таким образом клиент будет постепенно все больше и больше представать перед психоаналитиком как психоаналитический ребенок. Психоаналитический ребенок — это метафора. Это метафора, которую придумал Техке для того, чтобы описать эти процессы. Она мне очень сильно нравится, и поэтому я побольше сконцентрируюсь на этом. Психоаналитического ребенка я изображаю примерно так. Психоаналитический ребенок на самом деле представляет из себя даже двух детей. Первый — это трансферентный ребенок. И второе — это эволюционный ребенок. Образы обоих этих детей будут формироваться в психике, психоаналитика как результат его откликов на этого клиента. Давайте посмотрим, что из себя представляет трансферентный ребенок. Трансферентный ребенок — это травмированный ребенок или тот, которому чего-то недодали родители. Это такой ребенок, который способен воспроизводить только старые отношения, нарушенные взаимодействия. Объекты этих взаимодействий в детстве не смогли обеспечить ему и довести его до той точки развития, где он мог бы быть самостоятельным, независимым и счастливым. Поэтому этот ребенок, он способен будет только воспроизводить свои старые травмы. Он будет проецировать на психоаналитика свои ожидания из прошлых взаимоотношений. То есть он будет воспринимать психоаналитика как свой прошлый объект. Этот травмированный, нарушенный ребенок всех новых встречаемых людей воспринимает только как свои прошлые объекты. и проецирует на них свои ожидания, то есть перенос. Что такое перенос? Перенос — это вторжение прошлых форм привязанности в текущие взаимодействия. То есть как этого ребенка научили себя вести, так он и будет себя вести со всеми новыми людьми. Все время наступая на одни и те же грабли. Это то, что Фрейд называл принцип навязчивого повторения. Получается, что этот ребеночек — это как бы одновременно и следствие неудач в воспитании, которые совершили его родители, и, собственно говоря, персонификация этих неудач. Перенос, он нам будет нести очень важную информацию. О чем? О причинах, почему человек задержался на этой стадии, и о формах его неудач. То есть как обращались с этим ребенком родители? Они его критиковали или негативно оценивали? Или они его оставляли в полтора года одного, или с бабушкой на полгода, допустим? И поэтому перенос, он будет очень-очень специфичным. На эти ожидания клиента психоаналитик как будет реагировать? Он будет реагировать на них комплементарным откликом трансферентного объекта. У невротиков и у пограничников переносы разные. У невротика, то есть человека, у которого психическое развитие задержалось на стадии от 3 до 18 лет, перенос будет индивидуальный. То есть что он будет из себя представлять? Клиент будет проецировать на психоаналитика те неблагоприятные ожидания, которые повторяют его травмы из детства. То есть он будет бояться, что психоаналитик будет его критиковать, ругать, не любить, стыдить. И соответственно этому клиент будет ощущать перед психоаналитиком либо страх, либо чувство вины, либо стыд. Вот такой будет перенос у невротиков. А пограничник, что будет ожидать? Он будет ожидать от своего психоаналитика, что тот будет замещать недостающие функции, замещать с собой недостающие части психики клиента. То есть он будет его постоянно успокаивать, поддерживать, подсказывать, как ему жить, постоянно гиперзаботиться за него, то есть нести за него какую-то ответственность. Будет обеспечивать ему полное удовлетворение его экзистенциальных нужд и потребностей. Это называется функциональный перенос. Соответственно комплементарный отклик трансферентного объекта на такой функциональный перенос на пограничника, это будет обеспокоенность. Обеспокоенность. То есть когда к нам приходит пограничник и нам рассказывает о своих проблемах, мы будем чувствовать очень большое желание ему помочь, его спасти, как-то его поддержать, потому что он нам будет транслировать огромную боль и неудовлетворенность. Но это ложное чувство. На самом деле пограничники гораздо более приспособлены к жизни, чем мы с вами невротики, или психически взрослые люди, думаем. Потому что пограничник это все-таки не психотик. Вот на психотика на самом деле должен быть отклик, обеспокоенность, то есть постоянное желание поддерживать его жизнь и переживать за него. А пограничники это вполне себе адаптированные люди. Они привыкли настолько искусно манипулировать своими объектами и жонглировать ими, что если вы даже ему откажете в удовлетворении его этих ожиданий, он пойдет и свободно найдет себе какого-нибудь другого человека, который ему их обеспечит. Поэтому обеспокоенность это не тот отклик, которым вы должны испытывать по отношению к пограничному клиенту. Вы его должны сменить на заинтересованность. Ну а по отношению к невротику вы можете испытывать именно сугубо очень индивидуализированный отклик, который полностью отражает его историю неудач предыдущих. Для чего мы используем комплементарный отклик трансферентного объекта? На основании него мы даем интерпретацию переноса. То есть как мы обращаемся с этим трансферентным ребенком? Мы должны выслушать его как можно более внимательно и как можно более полно. Потому что только он знает, что же с ним такого плохого в детстве произошло. Только он знает подробно эту историю своих неудач. Мы должны его выслушать, знаете, как к ребеночку сесть так, а он встанет. Он говорит, у меня мама обижала. Мы его должны выслушать как можно полнее. Показать ему эту историю со стороны и дать ему интерпретацию переноса. Например, на прошлой лекции я приводила такой пример. Если жертва пренебрежения. Допустим, ходит такой человек, и вы про него не думаете между сеансами. Когда вы поняли, что вы про него не думаете между сеансами, вы на следующий сеанс приходите и говорите ему то, что вы почувствовали так, что это были его родители. То есть вы почувствовали, что вы про него не думаете, что вы его воспринимаете как задолжное, что есть он, ну и есть. И вы, соответственно, понимаете, что это комплементарный отклик трансферентного объекта, а он представляет из себя негативное отношение к вашему клиенту. И вы приходите на следующий сеанс и говорите, вы не были нужны, ну если, ну, когда это будет уместно, понятно, что не так прям в лоб сразу, да, на тебе фашист гранату. Вы, ваши родители совершенно вами не интересовались. Они о вас не думали. Они просто жили своей жизнью. Они думали, что есть вы и есть. Они воспринимали вас как задолжное. И именно поэтому вы стали теперь таким удобным и комфортным человеком, совершенно нетребовательным по отношению к другим людям. Вот. И получается, что именно эта интерпретация переноса, она будет правильная. Я уверена, что многие из вас, когда читают психоаналитическую литературу, они не понимают, почему кто-то дал какую-то интерпретацию. И многие психоаналитики, они, наверное, тоже не понимают, зачем они дали какую-то интерпретацию. Ну, например, они, может быть, слышали, что кто-то другой кому-то давал такую интерпретацию. Они думают, ну дай-ка я своему тоже такую дам. Но на самом деле интерпретация переноса, она должна быть выстрадана, кровью пропитана. Она должна быть пропущена полностью через себя. И тогда вы можете головой ответить за эту интерпретацию. Хоть где. И в первую очередь для самого себя вы будете четко и точно понимать, что я это сказал, и это на самом деле было. Сто процентов. И никто вас не сможет в этом переубедить. И, соответственно, вы будете уверены в том, что ваша интерпретация, она именно про него, именно про этого человека. И как вы можете заметить, интерпретация переноса, она не всегда эдипальная. То есть мы не все проблемы человека трактуем как результат его вытесненных сексуальных устремлений по отношению к родителям. Сто лет назад это было оправдано, может быть. А это соответствовало тому объему знаний, который существовал на тот момент времени. Что такое интерпретация? Интерпретация — это тот смысл или значение, которое мы придаем тому или иному событию. Но сегодня, после того, как в 90-е годы XX века был открыт фактор домашнего насилия, и написано очень много научно доказанной литературы по этому поводу, сегодня интерпретации переноса обязательно должны включать в себя элемент анализа домашнего насилия. Вы сейчас себя ведете так или чувствуете, потому что вас критиковали в детстве, или негативно оценивали, или били, и так далее, и тому подобное. Об этом мы говорили на первой лекции. Пограничникам мы интерпретации переноса не даем, они им ничего не дадут абсолютно, потому что у него проблемы совсем в другом. У него отсутствуют базовые навыки психики, и он будет любого человека воспринимать как источник этих навыков. Поэтому вы просто ему не говорите, что вы себя ведете так, потому что ваша мама себя с вами в детстве вела так, а вы просто сами для себя в голове держите, что вы просто не должны себя вести, как его мама, условно говоря. То есть вы это будете для себя использовать, эту информацию, она для вас будет важна. Кто такой эволюционный ребенок? Эволюционный ребенок, он отражает оставшийся потенциал для дальнейшего развития психики, то есть потребности быть счастливым, потребность найти какого-то человека, с которым он может построить новые отношения. У психики всегда остается потенциал для дальнейшего развития. Почему? Любая психика всегда стремится к полному, завершенному развитию. Потому что цель существования психики вообще – это наилучшая адаптация к условиям окружающей среды. И если человек находится не на конечном уровне адаптации, он будет испытывать неудовольствие. И именно это неудовольствие будет мотивировать его искать новые объекты. Чем больше у психики этих нереализованных аспектов и возможностей, и потенциала для дальнейшего развития, тем больше у него так называемый эволюционный потенциал. Что такое эволюционный потенциал? Он зависит от ряда факторов. Например, чем моложе человек, тем больше у него эволюционный потенциал. Потому что если, допустим, это подросток физически, в этом возрасте еще развитие психики естественным образом продолжается. И, соответственно, человека просто хлебом не кормит, дай ему новые образцы для подражания. Чем больше у человека возраста, тем больше у него опыта уже накопленных неудач каких-то. Потому что он с другими людьми, когда взаимодействует, они на него реагируют комплементарными откликами трансферентного объекта, все больше подкрепляя его эволюционную неудачу и все больше подтверждая ему его прошлый опыт. И таким образом человек уже привыкает жить каким-то определенным образом, как бы свыкается с этой мыслью и идеей. Также эволюционный потенциал зависит от того, доступны ли нам какие-то объекты для эксплуатации. Например, если человек родил детей, он может их эксплуатировать вместо того, чтобы самому развиваться дальше. То есть эксплуатация и задержка в развитии, она всегда в конфликте с продолжением своего дальнейшего развития. Эволюционный ребенок, он отражает нереализованные потребности психики. То есть по сути это надежда на то, чтобы встретить какого-то человека, который сможет понять тебя и сможет тебе помочь, отнестись к заинтересованностью. Таким образом клиент способен воспринимать психоаналитика как новый объект. Новый объект в своей жизни. И что здесь очень важно? Важно, чтобы сам психоаналитик осознавал свою роль для клиента как нового эволюционного объекта. Потому что если он будет игнорировать это, он не сможет вести себя тем образом, который будет полезен и важен его клиенту. Почему? Потому что когда любой клиент, даже у которого есть эволюционный потенциал, он приходит на психоанализ, он все равно будет сначала вести себя старым образом, заезженным, тем, который он знает и хорошо знакомым. И что должен будет делать психоаналитик? Он должен будет не соглашаться на то, чтобы оправдывать эти ожидания клиента. То есть он должен будет себя вести с точки зрения клиента неожиданным образом. Всегда неожиданным образом. Потому что знакомые объекты – это старые объекты. С ними понятно, как себя вести. Но аналитик, он должен будет всегда отказываться от этого. То есть клиент ждет, что его будут критиковать, а его не критикуют. Он ждет, что его будут негативно оценивать, а его не негативно оценивают. Он будет ждать, что ему будут запрещать выражать недовольство. А ему не только не запрещают выражать недовольство, но его еще и учат этому. Он будет стремиться избегать конфликтов, а психоаналитик будет не бояться конфликтовать с ним. Он будет понимать, что конфликт – это очень важная часть любых нормальных человеческих взаимоотношений. Но такая эволюционная роль психоаналитика, она не должна быть ролевой игрой, она должна быть именно, опять же, пропущена через психику аналитика, а именно она должна быть продиктована комплементарным откликом эволюционного объекта психоаналитика на клиента. Что это значит? Для меня комплементарный отклик эволюционного объекта — это в первую очередь уважительное отношение к клиенту. Это когда приходит ко мне человек, а я помню, например, когда я раньше была несчастна или страдала из-за чего-то, я с большим уважением отношусь к его страданиям, я хочу ему помочь реально, я заинтересована в его жизни, я заинтересована в его будущем благополучии, я не успокоюсь, пока я не сделаю так, чтобы ему на самом деле стало лучше. Я буду очень заинтересована по отношению к нему, неравнодушна, то есть я буду к нему относиться так же, как к себе самой. Вот так вот. То есть это всегда неравнодушное, дружелюбное отношение, это отношение с симпатией, это отношение с заинтересованностью, то есть это желание понять, из-за чего человек страдает, и сделать то, что ему необходимо для того, чтобы он все-таки смог стать более свободным и счастливым. Вот так вот. Комплементарные отклики эволюционного объекта, таким образом, психоаналитик использует для того, чтобы относиться к своему клиенту именно так, как к нему должны были относиться родители, но они не смогли ему этого обеспечить. А вы знаете, что и по отношению к пограничникам, и по отношению к ребенку от 1 до 3 лет, и по отношению к ребенку от 3 до 6 лет родители должны проявлять эмпатию. Поэтому эмпатический отклик на клиента – это тоже проявление эволюционной роли психоаналитика. И очень важно понимать, что любое структурное изменение в психике клиента, оно происходит именно вот в этой части взаимодействий. Почему? Потому что в прошлом у этого клиента, давайте напишем, что вот это прошлое, у него был какой-то один способ взаимодействия с людьми, у него есть какой-то один такой опыт безальтернативный, которым он руководствуется в своей жизни и применяет его в тех или иных ситуациях. А вы, работая с этим человеком, даете ему дорогу в будущее, буквально, потому что вы даете ему новый опыт, новые взаимодействия, и вы даете ему альтернативу, предлагаете ему новую форму взаимоотношений, которых у него никогда не было. И поэтому в дальнейшем у него будет возможность сравнить, а как лучше, вот так вот или вот так. И у него будет уже между чем выбирать. То есть это прям как в предвыборной кампании Порошенко, да? Житый по-новому. Для пограничников, опять же, и для невротиков, психоаналитик реализует свою эволюционную роль разными способами. Потому что возраст ребенка-пограничника и возраст ребенка-невротика, это разные. У пограничника от годика до трех, хотя нам это сложно представить в таком взрослом теле, да? А у невротика это от трех до восемнадцати. Таким образом, получается, что эволюционная роль психоаналитика для пограничника, это будет что? Что? Я просто хочу картинку вам одну показать. Это будет в первую очередь давать ему эмпатические описания. То есть описывать ему его чувства для того, чтобы он сам их мог понимать. Второе. Это давать ему терпимые фрустрации. Что значит давать терпимые фрустрации? Это значит не обеспечивать ему удовлетворение его ожиданий. То есть не быть чрезмерно заботливым, гиперопекающим. Он, например, придет и говорит, а помогите мне выбрать, там, разводиться мне с ним или нет. Ну, то есть, естественно, вы не должны говорить, там, да-да, разводись, или нет-нет, не разводись. То есть именно в этом вы ему отказываете. И третье. Вы должны служить ему образцом для подражания, носителем тех функций, которых у него не хватает. То есть вы должны сами владеть базовыми навыками психики и должны научить его этим базовым навыкам психики. Какая цель будет? Цель – это довести такого пограничника до индивидуации. Вот до этой точки в развитии, когда он перестанет воспринимать людей как свои функциональные объекты и начнет к ним относиться как к индивидуальностям. Для него это будет совершенно новый мир. Для невротиков эволюционная роль заключается немножко в другом. Она заключается в том, что, ну, опять же, психоаналитик должен давать такому человеку эмпатические описания, которые в большей степени будут играть уже роль валидизации для него. То есть он будет говорить, а, значит, то, что я чувствую, это, оказывается, нормально. И таким образом он будет становиться более уверенным в себе. Также вы даете ему отзеркаливание, то есть оценки. Это оценочно-селективные идентификации называется. И также психоаналитик выступает для невротика как образец для подражания во многих аспектах как взрослый человек. То есть это человек, который находится в хороших отношениях со своим собственным телом, который умеет правильно кушать, который умеет строить счастливые отношения с партнером, который умеет работать и зарабатывать деньги, у которого хорошая сексуальная жизнь и так далее и тому подобное. И таким образом вы будете служить ему объектом для тех идентификаций, которые ему нужны для того, чтобы он сам себя почувствовал взрослым. Ну и также, если к вам приходит наиболее высоко структурированный клиент, невротик, который задержался буквально на стадии подросткового кризиса, то ваша самая важная эволюционная роль будет это не запрещать ему выражение недовольства, а поощрять его на то, чтобы он именно по отношению к вам выражал недовольство, и чтобы он чувствовал себя за счет этого по-настоящему взрослым и самостоятельным. То есть вы не будете ему препятствовать себя, как бы это сказать поприличнее, да идеализировать, сказала поприличнее. И таким образом получается, что невротик сможет достичь такой цели, как эмансипация. То есть он сможет стать по-настоящему взрослым, независимым, свободным и самостоятельным. Получается, что если опять возвращаться к этой метафоре ребенка, то первый ребенок, трансферентный, в процессе такой работы, он должен просто исчезнуть, умереть. А второй ребенок, он в процессе этой работы должен вырасти. И сейчас будет минутка пафоса. Минутка пафоса. Вот такая картинка, которую я подобрала как иллюстрацию к этому курсу. Это фреска, которая называется «Сотворение Адама» Микеланджело. Она расположена на куполе Сикстинской капеллы. Довольно пафосная картинка, но я ее выбрала не случайно. Почему? Для меня это очень хорошая иллюстрация именно психоаналитических взаимоотношений по ТЭХКе. Почему? Психоаналитик и клиент вступают во взаимоотношения друг с другом. Эти взаимоотношения происходят без тактильного контакта. Но тем не менее это близкие взаимоотношения. И во время этих взаимоотношений психоаналитик при помощи своей психики выстраивает психику клиента, как бы вдыхая в него новую жизнь и давая ему шанс на продолжение и получение какого-то нового опыта. Но самое главное, вам может показаться, что я выбрала эту картинку, потому что психоаналитик это бог. Но на самом деле в 90-е годы 20 века некоторыми исследователями искусства было обнаружено, что силуэт плаща бога полностью повторяет контуры и очертания головного мозга человека со всеми бороздами и извилинами с анатомической точностью. И именно за счет этого мне очень нравится эта картинка, потому что именно психоаналитик использует структуры своей психики для того, чтобы ими дополнять психику клиента. Вот такая была минутка пафоса. Две самые главные ошибки, почему психоаналитику не удается добиться вот этой цели, которую я сказала. Первое – это контрперенос, то есть когда у психоаналитика, у самого есть искаженное восприятие клиента, потому что у него есть какие-то ожидания в отношении клиента, либо нереализованные потребности, либо он воспринимает клиента как самого себя. И вторая главная ошибка – это неправильные диагностические суждения, то есть когда психоаналитик пограничника пытается лечить как невротика. Выключусь, пожалуйста. Вот такая была теоретическая часть у нас на сегодня. Я думаю, что теперь вам уже более понятно стало, как работает психоанализ. Но сейчас для того, чтобы закрепить эту информацию по максимуму, я предлагаю вам рассмотреть практический случай, который вам всем известен, а именно это случай Доры. Я хочу выключить проектор. Ура! Случай Доры. Я сначала думала о том, что я его буду читать, но мне не очень это нравится, и я боюсь, что мы затянем как-то немножечко весь этот процесс, поэтому я буду часть читать, а часть я буду просто рассказывать. Значит, смотрите. Дора, как вы помните, наверное, это была 18-летняя девушка, которая попала к Фрейду на лечение не сама. Она вообще не хотела идти на этот психоанализ. Ее на психоанализ прислал папа. Папа был заказчиком процесса, он платил деньги. Почему папа решил отправить Дору на психоанализ? Потому что она критиковала отца, и он попросил Фрейда, чтобы он подлечил ее таким образом, чтобы она была более уживчивая, и у нее было больше хорошего настроения. Направили Дору к Фрейду именно непосредственно, что поводом послужило после попытки самоубийства, которую пыталась совершить Дора, а также из-за таких нервных симптомов, как усталость, неуживчивость и критичный настрой к отцу. Цитата Фрейда. Очевидно, что она была недовольна собой и близкими. Своего отца она встречала недружелюбно и вообще больше не переносила присутствие матери, которая хотела каким-нибудь образом привлечь ее к домашним делам. Она пыталась избегать общения. Насколько усталость и рассеянность, на которые она жаловалась, могли позволить ей, она занималась слушанием докладов для дам и серьезной учебой. В один из дней родители испугались до ужаса, обнаружив на письменном столе или внутри него письмо девушке, в котором она прощалась с ними, так как не могла больше выносить такую жизнь. Что рассказал отец, когда привел Дору на психоанализ непосредственно? Он сообщил, что он, как и вся его семья, во время проживания в Бе находился в тесной дружбе с одной супружеской парой, которая поселилась там несколькими годами ранее. Госпожа К. заботилась об отце во время его тяжелой болезни и посредством этого приобрела неприходящее притязание на его благодарность. Господин К. был постоянно очень любезен по отношению к его дочери Доре, совершал с ней прогулки, когда бывал в Бе, и дарил ей маленькие подарки. Отец все же никогда не находил в этом чего-то худого. За двумя маленькими детьми супружеской пары К. Дора ухаживала самым тщательнейшим образом, одновременно как бы замещая им мать. «Когда два года назад летом отец и дочь посетили меня, это Фрейд говорит, они как раз собирались в гости к господину и госпожа К, и там у них произошел такой небольшой конфликт, что Дора собиралась там прогостить месяц, но потом прошло несколько дней, и Дора решила вместе с отцом уехать оттуда, и она таки уехала, и потом спустя несколько дней она рассказала сначала маме, а потом мама уже рассказала папе, такой эпизод, что господин К. сделал ей на озере некое непристойное предложение, которого она очень испугалась. Но после того, как отец при первой же возможности потребовал от господина К. ответа за эту ситуацию, господин К. сказал, что самым упорным образом отрицал свою вину и сам начал подозревать девушку, которая по рассказам госпожи К. проявляла интерес лишь к сексуальным вещам и даже читала в их доме на озере физиологию любви Монтегаце и тому подобные книги. Вероятно, она просто перегрелась от такого чтения и вообразила себе всю ту сцену, о которой она рассказывает. «Я не сомневаюсь, – сказал отец, – что это событие вызвано дурным настроением Доры, ее раздраженностью и мыслями о самоубийстве. Она добивается от меня того, чтобы я прекратила общение с господином и в особенности с госпожой К., которых ранее она почти обожествляла. Но я не могу разорвать эти отношения, так как, во-первых, я считаю сам рассказ Доры о безнравственном предложении этого мужчины простой фантазией, которую она выдумала, а во-вторых, я связана с госпожой К. честной дружбой и не хочу причинять ей боль. Эта бедная женщина очень несчастлива со своим мужем, о котором я вообще не лучшего мнения. Она очень измучена и видит во мне единственную опору. При моем состоянии здоровья я, наверное, не нуждаюсь в том, чтобы уверять вас, что за таким поведением не прячется ничего недозволенного. Мы лишь два бедных человека, которые поддерживают друг друга участием. Насколько это возможно? Что я ничего не испытываю в присутствии своей собственной жены, вам уже известно. Но Дору, которая имеет такую же упрямую голову, как я, невозможно отвести от ее ненавистика. И последний ее припадок был после одного из разговоров, в котором она опять выдвинула мне то же самое требование разорвать отношения с госпожой К. Попытайтесь теперь вы вразумить ее. Вот так отец отправил Дору на психоанализ. Запрос отца, который Фрейд на голубом глазу воспринял за чистую монету и начал именно его и реализовывать. То есть отец направил Дору на лечение, потому что она требовала от отца разорвать отношения с госпожой К, а отца это не устраивало. И отец полностью отрицал то, что они с госпожой К на самом деле любовники. И он как бы одновременно это и отрицал, и признавал на себя, оправдывал. То есть такая двойственная немножечко ситуация. Знаете, как я этот дуршлаг не крал, когда я его взял, он уже был сломанный. И типа, ну в общем, вы поняли, да? Три одновременно оправдания, противоречащие друг другу. Такая ситуация в психотерапии, она вообще называется идентифицированный пациент. Это в системной семейной психотерапии. То есть когда дисфункционально сама вся система, то есть смотрите, отец изменяет с госпожой К, господин К делает Дори, непристойное предложение, мать там вообще на драйвый дом, и у них с отцом нет никаких отношений. Но симптомы проявляются именно, как правило, у ребенка. И именно ребенка, как козла отпущения, отводят на психоанализ, чтобы его лечили. Хотя дисфункционально вся система в целом, и лечить надо в первую очередь родителей. И до сих пор именно в детском психоанализе систематически случаются такие ситуации. Как сама Дора относилась к отцу? Дочь была привязана к нему с особой нежностью. И ее преждевременно пробудившаяся критичность пробудила тем более сильный негативный импульс к некоторым его действиям и качествам. И эта ее нежность была, кроме того, усилена из-за многих тяжелых заболеваний, которым был подвержен отец, начиная с шестого года ее жизни. То есть, если к нам, допустим, пришла Дора на сам психоанализ, мы начинаем ее слушать. Она нам рассказывает диспозицию сил. То есть, как она относится к отцу, и как она относится к матери. Это отправная точка. Когда клиент нам что-то рассказывает, мы можем ему уже с самого начала давать эмпатические описания, которые будут в данном случае выполнять роль прояснения. То есть, здесь ей можно было дать прямо такое эмпатическое описание, как вы испытываете к отцу, с одной стороны, жалость за то, что он болеет, любовь, нежность и привязанность просто за то, что он ваш отец. Вы его любите, но вы испытываете гнев и обиду на него за то, как он к вам относится, с пренебрежением и неуважением, свысока, и это вас унижает, а также вас возмущает и вызывает огромное негодование то, как он безобразно себя ведет по отношению к вашей матери, как развязанный, грязный и беспринципный человек. Ну и кроме того, в дальнейшем станет понятно, что Дора еще не может отделаться от обиды за то, что отец как бы одолжил ей, ее господину Ка ради удовлетворения своих шкурных интересов. Дальше. Это я просто по тексту иду и по ходу даю те или иные комментарии. Мать. Я так никогда ее и не увидел. По информации, полученной от отца и девушки, я мог создать себе представление, что она малообразованная, но прежде всего неумная женщина, которая особенно после заболевания мужа и последовавшегося затем отчуждения к нему, сконцентрировала все свои интересы на домашнем хозяйстве и таким образом представляла собой образ того, что можно было бы назвать психозом домохозяйки. Отношения между матерью и дочерью уже годами были очень недружелюбными. Дочь не замечала матери, жестко критиковала ее и практически полностью уклонялась от какого-либо влияния с ее стороны. В общем-то, Фрейд, непосредственно описывая ее отношения с матерью, и уже дал ей очень хорошее эмпатическое описание. То есть я так предполагаю, что пока он ее слушал, он молчал, но он мог ей обратную связь именно в этом виде и дать. То есть какое он мог ей дать здесь эмпатическое описание? Что она испытывает раздражение и неприязнь к матери, отвращение к ее недоразвитости, печаль из-за того, что они с матерью чужие, одиночество, какую-то непрекаянность из-за того, что мама ее совершенно не понимает, потерянность и желание найти кого-то, например, какую-то женщину, кто понял бы ее, пригрел и с кем у нее были бы хорошие отношения. И она в итоге к госпоже К пыталась на нее направить именно эти нереализованные потребности в один из периодов их общения. Симптомы, от которых страдала Дора. Значит, с 8 лет она страдала от приступов удушья, кашля и мигрений. Приступы кашля сопровождались полной утратой голоса. Плюс у нее было дурное настроение и истерическая неуживчивость. Как в дальнейшем можно будет проследить, Фрейд будет интерпретировать все эти ее симптомы именно в сексуальном ключе. Но я с самого начала, чтобы у вас уже в голове это отложилось, предлагаю нам эти симптомы рассматривать как отсутствие способности выразить гнев на отца при помощи слов. Кашель, утрата голоса, удушья, то есть спазм в горле, а также головные боли. И один раз у нее еще была спазмированная такая боль в животе. Дальше. Что сказал Фрейд, когда он выслушал ее, Дору, по поводу господина Ка? В принципе, Фрейд, в отличие от отца, поверил, что те ситуации, которые произошли, это было две ситуации, это были реальные ситуации, и господин Ка на самом деле сделал Доре непристойное предложение. Что рассказала Дора? Первый раз, когда ей было 14 лет, господин Ка подстроил ситуацию таким образом, чтобы его жена осталась дома, а сам он Дору вроде как повел фейерверки смотреть на улице, и в магазинчик они, значит, зашли, он говорит, я сейчас быстренько ставни опущу, ты меня пока тут подожди, и пока она стояла, его ждала, он уже опустил эти ставни, он к ней подошел, прижался к ней всем телом и эрегированным членом и поцеловал ее в засос, после чего она очень сильно испугалась. У нее возникло три симптома, которые стали хроническими. Это тошнота, ощущение давления в груди и страх увидеть мужчину при нежном разговоре, то есть страх перед мужчинами. В принципе, как мы уже сейчас с вами понимаем, это сексуальное домогательство со стороны господина К, для очень-очень юной девочки было сексуальной травмой. То есть это мы интерпретируем как сексуальное насилие. И с такой ситуацией мы должны работать как с последствиями психологической травмы при помощи так называемого метода терапевтической экспозиции. Что это значит? Когда человек нам рассказывает эту ситуацию, он ее воскрешает в памяти, он ее нам рассказывает, и в этот момент мы ее как бы проживаем вместе с ним, и он рассказывает про свои болезненные переживания, и они уже в безопасной обстановке, когда проигрываются, у него получается, что эти воспоминания вышли, а травматическая ситуация не повторилась. И это само по себе для него является уже терапевтическим фактором. У него возрастает толерантность к этим переживаниям, и они уже перестают для него быть такими травматичными и такими страшными. Второй эпизод произошел, когда она гуляла как раз на озере вместе с ними, и он сделал ей непристойное предложение. После этого она вообще господина Кая испугалась и больше не хотела с ними общаться, и, соответственно, она хотела, чтобы папа ее защитил, а папа ее обвинил, не поверил ей и сказал, что она сама эту ситуацию спровоцировала. Значит, как с этой ситуацией работал Фрейд? Рассказываю. Он решил эти симптомы проинтерпретировать ей, потому что он считал, что все симптомы надо интерпретировать. Как он ей проинтерпретировал тошноту? Он говорит, что тошнота в ней возникла как отвращение. А почему отвращение? Потому что она почувствовала эрригированный член, а член по форме, похож на какашку. А к какашкам у нас возникает отвращение, поэтому ее тошнота является выражением отвращения. Такой симптом, как ощущение давления в груди Фрейд проинтерпретировал как смещение с ее чувства давления члена на низ живота. А страх перед мужчинами проинтерпретировал как вытесненное сексуальное желание вступить с господином Ка в сексуальную связь. В принципе, я думаю, что это еще цветочки, потому что там дальше будет такой подзаголовок, который называется «Вы поперхнулись членом». Сейчас, минут 10 подождите, вы просто проорете от души. Самое забавное, что некоторые психоаналитики, они как думают, Фрейд был психоаналитик, правильно? Он описал свой клинический случай, правильно? Соответственно, мы его сейчас прочитаем, а мы же тоже психоаналитики, и будем работать как он. То есть некоторые эти клинические случаи воспринимают как прямое руководство к действию, и до сих пор можно встретить такие интерпретации, как все в форме члена, и все в форме вагины, и все представляет из себя вытесненное и завуалированное сексуальное желание. Но, конечно, сегодня это просто вообще неприемлемо, абсолютно. Значит, Фрейд решил подать эту историю таким образом, что Дора была влюблена в господина Ка, и она сама эти ситуации провоцировала. Конечно, это считается инвалидизацией, потому что обвинять жертву в насилии ни в коем случае нельзя. Вы это уже все себе точно зарубили на носу после прошлого года, когда у нас был кружок по домашнему насилию. В общем, Дора послушала Фрейда и говорит, вы знаете, для меня эта ситуация с господином Ка не особо актуальна, я ее уже проработала сама, спасибо вам большое. И она все время хотела говорить про своего отца. Вот опять же цитату приведу. В общем, Фрейд говорит, мне оказалось нелегко направить внимание моей пациентки на ее общение с господином Ка. Она утверждала, что с этим типом уже все покончено. Наиболее поверхностный слой ее ассоциаций на сеансах, все то, что она легко осознавала и что она вообще вспоминала в качестве прошедших событий дня, все это всегда относилось к отцу. Совершенно верно, что она не смогла простить отцу продолжение общения с господином и особенно госпожой Ка. Конечно же, понимание ею этого общения было явно иным, чем то, которое лелеял отец. Для нее здесь не было никакого сомнения в том, что речь просто идет об обычной любовной связи, что ее отец просто привязался к молодой и красивой женщине. И ничто из того, что могло бы каким-нибудь образом подтвердить это, не ускользало от ее острого взгляда. То есть на самом деле Дора просто когда приходила на каждый свой сеанс, она говорила о чем? О том, что для нее было важно, живо и актуально. И это, собственно говоря, есть тот материал, с которым надо работать. Не надо, если есть что-то сознательное, не надо это игнорировать, перекручивать, интерпретировать, искать под этим какое-то бессознательное. То, что клиент говорит, и есть то, что он должен вам рассказать. Все. Сегодня это очевидно. И что же говорила Дора? Она все время находила и подтверждала неопровержимые факты того, что отец все-таки с госпожой Ка находится в любовной связи. Ее никак эта ситуация не могла отпустить. Она у нее постоянно вызывала гнев и возмущение, и негодование. Давайте посмотрим, что же она нашла. Во-первых, когда двумя семьями, вот эти господины Ка и их семья куда-то ехали, они останавливались в отеле. Там, значит, они сначала, госпожа Ка и отец поселялись в разных частях коридора, и потом так спустя две-три ночи как-то обстоятельства менялись таким образом, что они оказывались в соседних комнатах. Однажды отца и госпожа Ка застали в лесу. И отец сказал, что он просто пытался покончить с собой, а госпожа Ка проходила мимо и спасла его от самоубийства. Та-да! Такую отмазочку придумал. Вот. Дальше. Отец все время сидел дома, и потом ему что-то начиналось так, ему не имется все, и он жаловался на плохое самочувствие и резко уезжал в какой-то там другой город, на курорт. И потом спустя несколько дней, там оказывается, что и госпожа Ка тоже проследовала в этом направлении. Однажды отец пошел вообще дальше, и он всю свою семью просто перевез, не спросив у них, в тот город, где жила его любовница. И они поселились по соседству. Интересно, должно это вызывать возмущение у Дор или нет, если ее просто берут и перевозят в тот город, где отец со своей любовницей занимаются сексом. Вот. Дальше. Значит, когда господин Ка был на работе, именно в эти часы отец посещал госпожу Ка. Они все время вместе гуляли или находились вдвоем дома, и об этом судачил, между прочим, весь город. Дальше. Во время прогулки отец и госпожа Ка устраивали все так, чтобы остаться наедине. И, наконец, отец давал госпоже Ка деньги, причем немаленькие суммы. И в это же самое время он для прикрытия глаз мог подарить какие-то более дешевые подарки своей жене и своей дочери. Вот. И Фрейд, опять же, выслушал всю эту историю. И он говорит, в общем-то, я не мог оспаривать такую характеристику отца. Легко было видеть и то, в чем Дора была права. Когда она была в раздраженном состоянии, она не могла отделаться от впечатления, что она была одолжена господину Ка в качестве платы за допущение отношений между отцом Доры и его женой. И можно было легко догадаться, что за ее нежностью к отцу на самом деле прячется ярость за такой маневр. Вот это, кстати, отличное эмпатическое описание, которое вот он ей прям вот так вот и мог бы дать вполне. Ну а дальше Фрейд делает очень большую ошибку. То есть пока он слушает, все нормально. Когда-то он начинает что-то делать. Он не знал, как работать с этой ситуацией. Он решил ее как-то проинтерпретировать, опять же. Вот. То есть он говорит, когда в психоаналитическом лечении появляется конкретно обоснованный и безупречный ряд мыслей, то на какой-то момент врач наверняка окажется в замешательстве. И когда больной задает вопрос, а что, если все это так и было? Что вы можете здесь изменить после того, как я рассказал вам это? Какой делает вывод Фрейд? Ошибочный от незнания, что делать. Он говорит, вскоре тогда замечаешь, что такие недоступные для анализа мысли используются больным для того, чтобы скрыть другие, которые они желают не подвергать критике и осознанию. И он говорит, что Дора намеренно стала соучастницей преступления отца, то есть способствовала связи отца с госпожой Ка. Для чего? Потому что она хотела попасть в этот треугольник или даже четвероугольник, потому что она любила господина Ка. И поэтому она что делала? Она не шла в их дом, если ожидала увидеть отца и госпожу Ка. Она, встречая на улице детей, начинала с ними играть. То есть она хотела типа хорошей быть для того, чтобы подмазаться к господину Ка и этим завоевать его доверие и расположенность. То есть смотрите, что получилось. Из-за того, что Дора рассказала ему правду, из-за того, что этот материал был сознательный, а не бессознательный, и из-за того, что Фрейд не мог наложить ответственность на отца, потому что он платил деньги. Потому что он платил деньги, и потому что и отец сам себя оправдывал, и Фрейд его оправдывал, и даже сама Дора, тоже колеблясь, частично его иногда оправдывала, потому что она его любила. Что он сделал? Он обвинил клиента, заподозрил его в каких-то бессознательных намерениях и начал все факты перекручивать и подбирать именно однобокие факты для того, чтобы подтвердить свою теорию, вернее, теорию отца, что Дора была влюблена в господина Ка. Какие он подобрал для этого факты? Что отец все время придумывал себе болезнь в качестве предлога использовать это как средство приблизиться к госпоже Ка. То есть он, например, говорил, ой, я заболел и уезжал с ней там на свиданки какие-то. И однажды, когда у Доры заболел живот, у нее был приступ, режущий боли в животе, он у нее спросил, кого же вы этим копируете? И говорит, я угадал. Она этим копировала отца. Почему? Потому что она просто завидовала им и ревновала, и она тоже так хотела, и из-за этого у нее болел живот. Знаете, есть такая смешнявка там в соцсетях, а вы точно психолог? Дальше. Дора страдала от кашля и потери голоса. То есть у нее был такой симптом, что она по 3-6 недель у нее была полная утрата голоса, она не могла вообще ничего говорить. Ну, Фрейду надо было каким-то образом, знаете, кто ищет, тот всегда найдет. Ему надо было обосновать, что Дора влюблена в господина Ка. Он говорит, а поскольку господина Ка не бывала дома, Дора такая, тоже по 3-6 недель. Ага, значит, вы используете этот симптом для того, чтобы выразить тоску по своему возлюбленному, и у вас пропадает голос тогда, именно когда его нету. На самом деле, когда не было господина Ка, по 3-6 недель дома, что делал отец? Он все время ходил налево к госпоже Ка, да, соответственно, с тем же самым успехом можно предположить, и что утрата голоса Доры была именно как нагнетание гнева и невозможность выразить его, потому что отец, видимо, с детства запрещал ей именно выражение недовольства. Естественно, у нее этого гнева, возмущения, негодования становилось все больше и больше и больше из-за того, как безобразно себя ведет отец, и как он ее жестко просто бесит. Но из-за того, что она не могла ему ничего сказать, у нее просто это превращалось в какой-то симптом, потому что у нее наверняка еще был и страх перед отцом. Вот, и это потеря голоса. Еще у нее был кашель, то есть она постоянно страдала от хронического кашля. Значит, что тут придумал Фрейд? Это как раз вы поперхнулись членом. Значит, Фрейд говорит, а вы знаете, типа, как можно заниматься сексом, когда мужчина импотент? Она говорит, минет что ли? Вот, и Фрейд говорит, да, а не думали ли вы когда-нибудь о том, что госпожа Ка делает минет вашему отцу? Она говорит, ну, думала. Он говорит, вот, вот видите, вы просто фантазируете о том, как госпожа Ка делает минет вашему отцу. Вы себе тоже это представляете, из-за этого у вас кашель, как будто вы поперхнулись членом. Та-да! Красота, да? И самое главное, что должно все просто пройти, как рукой сняло, что говорится. Вот так вот. Так вот сто лет назад и лечили. А почему вы это не обсуждали на семинарах? На семинарах мы сказали, что нам говорили, что после этого у нас кашель прошел после его интерпретации. Вы лечили на семинарах? Просто дело это в том... Дело в том, что Дора эти интерпретации еще не принимала. Она говорила, нет, вы не правы, да, нет, я так не считаю. Или она говорила, ну, ладно, если вы так говорите, ну, наверное, да. Да, но просто... Да, это жесткое сопротивление просто. И, естественно, если вы, допустим, даже работаете, да, и вы говорите какую-то интерпретацию клиенту, он говорит, нет, это значит, что просто вы не попали. Ну, попробуйте еще раз, подберите какую-нибудь еще другую интерпретацию. Вот так вот. В общем, дальше Дора говорит, жалуется Фрейду, я не могу ни о чем другом думать. Мой брат справедливо говорит мне, что мы, дети, не имеем права критиковать эти действия папы. Мы не должны этим интересоваться. Возможно, даже должны просто радоваться, что он нашел женщину, которая у него может лежать в сердце. Так как мама очень мало его понимает. Я вижу это и хотела бы тоже думать так, как мой брат, но я не могу, я не могу простить отца за происходящее. И Фрейд говорит, что такой характер мыслей Дора является сверхценным. Как вы думаете, почему Дора именно так избыточно, скажем так, ну, возьмем такое, да, слово, реагировала на эту ситуацию, ну, так резко реагировала на эту ситуацию. Ну, потому что ей в детстве не дадут любви, он додает ее сейчас, как вы скажете как. Да, совершенно верно. Очень интересная концепция, потрясающая. Ну, потому что он очень хорошо брет, и она понимает, что он понимает, что он брет, и что все понимают, что он предъявляет. Да. Все обидно за то, что он ей пренебрегает тоже. Да. Ну, да. Я думаю, что избыточная реакция, она именно из-за того, что, во-первых, отец сам все время отрицает это и оправдывает, да, то есть это называется написать в глаза, сказать, что это божья роса, то есть он отрицает, оправдывает, нагло врет, при этом он ущемляет права самой Доры, то есть ее там перевозят жить в другой город, хотя она этого не хочет, ее мнение вообще никто не спрашивает, то есть ее ущемляют, ее личное самоуважение. Но и самое главное, из-за чего она возмущена, это именно из-за того, что после того, как... Ведь она почему потребовала прекратить эти отношения? После того, как на нее сексуально напал господинка, она пошла к отцу просить у него защиты, он ее в этом обвинил, сказал, что она это спровоцировала, то есть он ее предал, он ее бросил и он ее унизил. Она чувствует себя беззащитной. И, кроме того, конечно же, она устала, то, что из нее постоянно просто дур делают, да. То есть если бы он искренне, допустим, признал и сказал бы, ну, дурочка, ну, дочурка, ну, понимаешь, мы с мамой там, ну, друг друга просто не любим, так получилось, ты меня извини, ну, я вот полюбил там госпожука, ну, как бы, ты не переживай, я тебя тоже люблю по-отцовски. Там все будет хорошо, в общем, да. Если бы он это сделал, я уверена, что у него просто драматически это недовольство просто спало, и она бы тогда на самом деле могла бы успокоиться. То есть у нее это, по сути, было как комплементарный отклик на ложь и выкручивание отца. Ну, и Фрейд тут говорит Доре, что она просто ведет себя как ревнивая женщина, потому что она сама влюблена в отца. Ну, когда вы слушали мои лекции по сексологии, я думаю, вы помните, да, что я рассматривала два аспекта во взаимоотношениях дочери и отца. И там есть не только сексуальная любовь, но там еще есть и нежная любовь, да, это нежная привязанность, то, что отец должен относиться к ребенку любого пола с заинтересованностью, с чуткостью, он должен его уважать, он должен с ним проводить время, он должен с ним заниматься. А, естественно, отец подвергал Дору пренебрежению, неуважению. И, конечно, у нее из-за этого остались неудовлетворенные, нереализованные потребности в любви отца, но которые не являлись сексуальной любовью, они являлись нежной любовью. Это были просто потребности в нормальных, близких, человеческих отношениях, в которых ей отец отказывал. Поэтому, ну, по поводу ревности, наверное, да, но интерпретировали бы мы ее сегодня просто по-другому и работали бы с ней тоже по-другому. Ну, в итоге там еще для того, чтобы как бы побольше было всего, Фрейд еще приплел и то, что Дора любила и господина Ка, и госпожу Ка, она тоже к ней сексуально была привязана. Ну, хотя, опять же, мы понимаем, да, тоже, что если у нее была потребность в новом идеализированном женском объекте, как в образце для подражания, она тоже хотела нежных, близких, дружеских отношений с госпожой Ка, но получалось так, что все относились к ней с пренебрежением, она никому не была нужна. Ее просто все вот так вот динамили, отфутболивали, она им нужна была всем, только ради того, чтобы она как бы помогала им связываться друг с другом или не мешала. Няняка использовала Дору и хорошо с ней обращалась для того, чтобы... А, с детьми, да. Ну, там еще был такой случай с гувернанткой, когда гувернантка относилась к Доре как бы с благосклонностью и вниманием, а впоследствии выяснилось, что она это делала для того, чтобы понравиться отцу ее. И тогда Дора очень сильно обиделась. То есть постоянно она повторяла вот эту свою неудачу травматическую, то, что ей все отказывали в любви. И мама была просто дикая, какая-то неумная, недоразвитая женщина, которая ее просто не могла понять и обеспечить ей удовлетворение этих потребностей. Потому что Дора ее давным-давно переросла по всем параметрам, и по интеллектуальному, и по эмоциональному развитию. Отцу она была просто не нужна, потому что он любил госпожу Ка. Госпоже Ка она тоже была не нужна, и господину Ка она тоже была не нужна. Он просто хотел с ней, может быть, сексом заняться, да, или просто он видел, что она такая беззащитная маленькая девочка. С которой можно сделать все, что угодно. Но как личность она, по сути, никого не интересовала. Именно это были ее нереализованные потребности. И поэтому в итоге получилось так, что Дора предстала перед всем психоаналитическим сообществом на всю жизнь, да, запечатлена, как гиперсексуальная, инцестуозно влюбленная в своего отца, влюбленная в женатого мужчину господина Ка, лесбиянка, влюбленная в госпожу Ка, поперхивающаяся членом в своих фантазиях, ревнивая, завистливая, испорченная девушка. Конечно, это яркий пример инвалидизации. То есть здесь можно сказать, что сегодня, если бы какой-то абстрактный психоаналитик так бы лечил своего клиента, то, конечно же, мы бы квалифицировали этот случай как нанесение ядрогенной травмы. То есть это когда психоаналитик не просто не помогает, но он и вредит, потому что он клиенту усугубляет его положение. Причем в результате таких интерпретаций, что самое как бы обидное-то, это даже то, что никакого улучшения нету и никакого выхода из этой ситуации нет. То есть такие интерпретации — это просто тупик. То есть ее еще больше загнали в глубокую яму, из которого вообще нет выхода. Так она хоть просто была, а теперь она еще знает, что она во всем этом виновата, она вообще является причиной всего этого, у нее куча каких-то сексуальных желаний ко всем этим людям, и она вообще просто как урод какой-то конченый. И получается, что клиент при таком психоанализе он как бы обвиняемый на допросе, которому должно вроде как стать легче после того, как он признает свою вину и согласится с ней. Но ситуация при этом сама не рассосется. Как правильно работать в таком случае? Давайте теперь разбираться. К какой диагностической категории мы отнесем Дору? Невротик. Причем за счет того, что ей 18 лет, я вообще, положа просто руку на сердце, могу сказать, что она вообще психически нормальный человек. В принципе, у нее вот эти проблемы психологические, которые возникли, они полностью соответствуют ее эволюционному уровню и этапу развития. Поэтому она психически нормальный человек, абсолютно здоровый. Но если нам уже надо ее к какой-то категории отнести, то можно сказать, что она высоко структурированная пограничка, которая является реальным подростком. Ее психическое развитие соответствует ее возрасту. Какая эволюционная роль психоаналитика? Какая у психоаналитика эволюционная роль, если наш клиент подросток психологически? Выражать недовольство, заинтересованность. Это реализуется, да, при помощи заинтересованности. Это позволит высоко структурироваться гнева. Да. То есть выйти из подросткового кризиса при помощи того, чтобы помочь человеку пережить отказ от своих родительских объектов. А это достигается за счет чего? Для этого нужно пройти как бы пять стадий. Отрицание, торг, гнев, депрессия и принятие. Получается, что Дора, когда она пришла на психоанализ, она уже находилась на стадии торга. То есть с одной стороны, она любит папу, и она хорошо к нему относится, ей его жалко, она его сама оправдывает, что папа же просто нашел эту женщину, он в принципе неплохой человек, я должна успокоиться. Но с другой стороны, она его постоянно обвиняет, у нее есть раздражение, у нее есть к нему претензии, у нее есть какое-то недовольство. Вот это стадия торга, то есть такое амбивалентное отношение к родителю. И эта стадия торга у нее в принципе идет на границе с переживанием гнева. Только она в своем гневе сомневается. Она сомневается в том, имеет ли она право его испытывать, имеет ли право она его выражать. Но она молодец, она сомневается, но все равно выражает. Она приходит и на каждом сеансе это рассказывает. Очень смелая девочка. И здесь психоаналитика, роль должна быть. Это ей сказать, да, ваш гнев оправдан. Вы совершенно правильно его испытываете по отношению к своему отцу. Отец на самом деле ведет себя некрасиво. Он ведет себя некорректно. Ваша боль, обида, негодование в такой ситуации. То есть мы одновременно описываем это и даем этому оценку. Это оправданные реакции. Если есть такое желание, то в принципе можно клиента подготовить к конфронтации с родителем. То есть сказать, папа, мне не нравится то, что ты подставил меня после того, как господин Ка на меня напал. Что ты мне не поверил. Что ты меня в этом обвинил. Что ты из меня постоянно делаешь дуру. Что ты отрицаешь свою связь с госпожой Ка. Хотя всем она известна. Было бы гораздо лучше, если бы ты просто спокойно в этом признался. Меня обижает то, что ты не уделяешь мне времени. Меня унижает то, что ты даришь мне это дешевое колье для отвода глаз для своей любовницы. Меня очень глубоко ранит то, что ты не учитываешь мои интересы, когда перевозишь меня в другой город. Я хочу, чтобы в дальнейшем ты делал. Или можно еще сказать, какие для меня конфронтации имеют четыре шага. Первое, что ты сделал. Второе, как я себя при этом чувствовал. Третье, какие это имеет для меня последствия. И четвертое, как я хочу, чтобы ты себя в дальнейшем вел. Но если человек ходит к психоаналитику, ему не обязательно проводить конфронтацию с родителями. Он может весь этот гнев проработать, выпустить и прожить именно непосредственно на психоаналитических сеансах. При том условии, что психоаналитик этому не препятствует. После того, как она бы высказала, выразила этот гнев, и мы бы за счет эмпатических описаний дали бы ей валидизацию, то, что она имеет право испытывать это. И каждый бы на ее месте это испытывал. Вы себе не можете представить, какой я испытывала гнев, когда я этот случай просто читала. Я просто сидела и думала, ёлы-палы. У меня вообще, у меня было огромное такое возмущение прямо. После того, как она бы этот гнев перешла, ее психика продвинулась бы на следующую стадию, которая называется депрессия. Что такое депрессия? Депрессия – это переживание утраты. Что она бы утратила? Свои иллюзии. Свои иллюзии в отношении того, что папа ее любит. Иллюзии по поводу того, что она ему нужна. Иллюзии по поводу того, что она должна к нему хорошо относиться, потому что он же ее папа. Она бы поняла, что он ее не ценит, что он об нее ноги вытирал, что ему на нее вообще все равно, что он ее всю жизнь подвергал пренебрежению, что он никогда ей не интересовался, не интересуется и интересоваться не будет. Она бы пережила эту боль, она бы погрустила, попереживала. Она бы рассталась с этими детскими образцами и идеалами, и представлением о том, что ее папа такой хороший, и она у него тоже такая хорошая. И тогда она могла бы просто при помощи этого процесса траура его отпустить. И тогда у нее все бы прошло. И гнев, и депрессия. У нее бы наступило принятие. Она бы просто начала его воспринимать реалистично. Что он просто обычный хлыщ и хмырь. Что он там встречается с этой своей любовницей. И, господи, пускай он катится колбаской, куда ему надо. Что у нее вообще есть своя жизнь. Она встретит своего парня. У нее с ним будут прекрасные отношения. Что она великолепная девушка. И вообще не надо быть зацикленным на этом отце. И что он нафиг ей не сдался. Пускай она просто идет и занимается своей жизнью. Вот в принципе психоаналитический процесс должен был бы развиваться именно таким образом. Но что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы психоаналитик относился к своему клиенту особым образом. Какие у Доры были трансферентные ожидания? Что ей не поверят. Что ей будут пренебрегать. Что ее не будут уважать. Ой, я вас не заметила. Вы так незаметненько. Что на нее не будут обращать внимания. Что из нее будут делать дуру. Что отца будут оправдывать. Оправдывать и снимать с него всю ответственность, налагая на Дору. Что к ее гневу будут относиться со страхом. То есть Фрейду не нравилось, когда она выражает гнев. Он все время пытался спетлять с этой темы. То есть у него на ее гнев была какая реакция? Раздражение, недовольство, страх и потерянность. То есть он не знал, как же реагировать на этот гнев. Это у него был комплементарный отклик трансферентного объекта. То есть он вел себя точно так же, как отец. Плюс, когда он ей давал эти интерпретации. Он полностью повторил ее трансферентную задержку. То есть он полностью оправдал ее трансферентные ожидания. Он ей не верил. Он ее не уважал. Он ей пренебрегал. То есть он ее не слушал. Он тоже из нее делал дуру. То есть все трансферентные ожидания, которые у нее были. Он ей подкрепил, подтвердил. И тем самым закрепил ее трансферентную неудачу. Это ятрогения. Вот. Я уже еще написала, что следствием всего этого было, что он курил точно так же, как и ее отец. И поэтому фирма вызывает пропавку из-за того, что она перенесла неудачную переносу. Перенос. Да. Но все было бы так, если бы он к ней относился по-другому, а она бы все равно видела в нем отца. Да. Но в принципе я считаю, что Дора воспринимала Фрейда максимально реалистично. Вот. И какие у Доры были нереализованные потребности, это чтобы именно ее понимали, чтобы относились к ней с заинтересованностью, чтобы ее уважали, чтобы относились к ней на равных. Я думаю, что ей было очень важно. И она этого абсолютно достойна. Она этого заслужила, я считаю. Какое у меня к ней отношение, в принципе? Я к ней отношусь с огромной симпатией, с очень большим сочувствием. Я сразу, когда начала читать эту работу, у меня спонтанно возник отклик эволюционного объекта. Это желание ее защитить в первую очередь. Это желание встать на защиту этого еще юного, хрупкого, неуверенного в себе человека, в принципе, которого очень жестоко оскорбляют. Причем у меня возникло желание защитить ее от всех. И от папы, и от господина Ка. И от Фрейда. Ее постоянно унижали. Ей постоянно говорили какую-то фигню просто. Ну, я не знаю, просто безобразно растоптали все ее зарождающееся уважение. Но при этом великолепный, ясный ум, очень четкий интеллект. Посмотрите, как она структурная, логичная, очень-очень наблюдательно подбирает все факты. То есть это высоко структурированная, достойная девушка, которая, в принципе, во всей этой ситуации является единственным нормальным человеком. И все это можно ей прямо так вот и сказать. Прямо этими словами. Не надо себе в этом отказывать. Вот. Ну и плюс... Она ходила на курсы, где читала книжки. Ну, она потенциально уважена, потому что согласно времени, все ее ожидания и тенденции были совершенно неадекватны. Это время совсем иное. Женщины, может, не стали. Да, да. То есть она... Да. Разреакция Фрейда не согласна той культуры, а вот ее она далеко вперед ушла. Да. Нет, не она. Это Анна Опытом стала феминисткой. Это же шифровка сна. Странно, но там тоже что? Там какие-то ценности. Да, да, шифровка сна, шифровка сна, зацикленность на бакине и все остальное. Ну, то есть там же идет, по-моему, кокаин. Да, кстати, я недавно услышала очень крутую гипотезу. Это одна из бывших студентов МИКП. Сейчас работает с наркоманами, реабилитирует их. Она говорит, представляете, недавно до меня дошло, то, что Фрейд вообще-то был кокаиновым наркоманом, и одним из его следствий является гиперсексуальность. То есть то, что он трактовал именно все симптомы как сексуальные, может иметь еще и такой источник. Вот, ну, мы теперь можем, в общем-то, только гадать об этом, на самом деле мы никогда не узнаем. И, соответственно, какие были нереализованные потребности у Доры? Это именно потребность в близких, нежных взаимоотношениях с каким-то мужчиной, да, или вообще каким-то взрослым человеком, который отнесся бы к ней с вниманием, сказал, что она права, помог ей выразить гнев, то есть чтобы кто-то сделал ей валидизацию. Ну и, в принципе, если она бы сама не смогла этого сделать, чтобы кто-то помог ей сформировать ее планы на будущее, то есть помог бы ей заняться ее собственной жизнью, помог отделиться от этой семьи неблагополучно и помог бы ее покинуть. То есть отклик, который она вызывает у меня, это уважение, сопереживание, желание позитивно оценить ее способности, то есть заинтересованность вместо пренебрежения. Ну, вот такая вот иллюстрация, как пример того, как бы какой-нибудь современный психоаналитик мог бы работать с этой ситуацией, используя концепцию техки. А сейчас у нас еще осталось полчаса. Я бы хотела перейти уже непосредственно к конкурсу. Я попросила вас написать эмпатические описания. Это кто передал? Больше нету, да, желающих? Эмпатические описания. Зачем они нужны? Эмпатические описания выполняют... Эмпатическое описание — это самая главная процедура на психоанализе. Все, что вы должны научиться делать, это формулировать их, в общем-то, при помощи слов. Оказалось, что вы очень легко, совершенно буквально искрометно и играючи справились с этой, как мне казалось, сложной задачей. Я очень приятно удивлена и поражена. Значит, в чем смысл эмпатических описаний? Эмпатическое описание может быть конфронтацией. То есть, когда человек, например, приходит на сеанс, и он ведет себя каким-то образом с нами, мы можем описать ему это поведение и таким образом обратить его внимание на то, как он себя ведет, что он говорит, как он себя ощущает, потому что он сам может этого либо не замечать, либо он может думать про то, что это не надо говорить. Также эмпатическое описание, как я уже говорила, оно служит предварительным шагом для интерпретации. Когда мы даем эмпатическое описание, мы показываем человеку то, что мы его поняли, и мы как бы у него спрашиваем, я корректно уловил ваш субъективный способ переживания? И он говорит, да, если это эмпатическое описание было правильное. Еще эмпатическое описание помогает человеку замечать в себе какие-то неосознаваемые им моменты, потому что часть у нас есть в восприятии себя бессознательное, то есть неосознаваемое, мы ее сами не замечаем. А другой человек, когда нам говорит об этом, он делает так, что мы это тоже делаем сознательным. Знаете, как бессознательное сделать сознательным? Еще эмпатическое описание Очень хорошо идёт при проработке травм. То есть когда нам человек рассказывает какую-то очень серьёзную, тяжёлую ситуацию из прошлого, например, как его били, или как его в школе унижали, мы ему сопереживаем, и мы просто в этот момент проживаем эту ситуацию вместе с ним. Это такие эпизоды, когда на глазах могут появиться слёзы и так далее. И в этих обстоятельствах эмпатическое описание идёт как поддержка, и как именно сочувствие и сопереживание. Но это, как видите, не единственная функция. То есть эмпатические описания постоянно помогают клиенту наращивать какие-то новые представления о себе, и именно за счёт них постоянно процесс двигается вперёд. За счёт того, что психоаналитик дал эмпатическое описание клиента, появляется какая-то новая информация, новый материал, и так психоаналитический процесс развивается и раскручивается. Давайте посмотрим, у нас тут есть четыре, да? У нас есть четыре победителя уже, потому что их всего четыре. По сериалу «Большая маленькая ложь». Значит, было четыре главных героя. Это Мадлен, Селеста, Джейн и Эд. Сейчас я зачитаю, приведу несколько примеров того, как вы дали эмпатические описания. И те, кто смотрел сериал... Кто смотрел сериал? Все смотрели сериал. Вы... Не все. Да. Вы сможете сравнить, совпадает ли это с вашими ощущениями и с вашим восприятием. Мэдди. Деятельная волевая натура, сильный образ, склонность к контролю над окружением. Контроль, да, замечательно подмечено. Часто отсутствует объективное восприятие себя и своих поступков. То есть делание преобладает над интроспекцией. Сложности во взаимоотношениях в семье, в частности с детьми. Конфликт со старшей дочерью, отсутствие доверия. Дети тянутся к другим. Но тут мне кажется, что хоть конфликты есть, но она как раз-таки именно на первой серии имеет огромную силу принять, смириться с тем, что ее подросток вырос и ушел. Она по этому поводу переживает депрессию. А депрессия это позитивный знак. Вместе с тем она склонна к состраданию. Да, она не безразлична к проблемам окружающих. Например, помощь Джейн. Она с огромной заинтересованностью озабочена местью, насильнику. Она борет за справедливость в ситуации с обвинением Зиги. Она склонна к сопереживанию. То есть в принципе она способна к эмпатии. Именно за счет этого мы ее будем относить к невротической структуре, а не к пограничной, конечно же. Она получает удовольствие от соревновательных взаимоотношений и зачастую от безжалостного соперничества. Умеет дружить и приходить на помощь. Получает от этого удовольствие. Вспыльчивая идеалистка. Сравним со вторым вариантом. Я энергичная, мне нравится находиться в гуще событий. Мне до всего есть дело. Я спокойна, когда все под контролем. У меня, смотрите, одни и те же слова, да? В принципе, отлично, потрясающе. У меня обостренное чувство справедливости. И мне все равно, если другие считают, будто для меня существует только моя собственная справедливость. Я привыкла назвать вещи своими именами. Мои дети растут такими же прямолинейными и отстаивающими свои позиции. Иногда я веду себя, как собака на сене. Муж, любовник, бывший муж. Я наслаждаюсь вниманием мужчин и каждого из них держу в тонусе. Почему я все это делаю? Потому что мне страшно оказаться одной, ненужной и брошенной. Не участвовать в жизни, а только наблюдать. Чего мне хочется? Заняться в жизни чем-то стоящим. Я часто размениваюсь на ежедневную суету. Хотя могла бы направить энергию на какой-то по-настоящему грандиозный проект. Очень хорошее эмпатическое описание, которое является примером потрясающей конфронтации для человека. И, собственно, возможности задуматься, почему же он ведет себя именно таким образом. Так, третий вариант. Очень ярко чувствует, что ее дочери вырастают, особенно старшая подросток, и удаляются от нее. Тем самым она начинает ощущать свою ненужность, потерю своей основной роли матери, которой она была верна долгое время. Ярко переживает расставание с первым мужем. Вот тут не было акцента именно на этом событии. Во втором варианте был. Ну, в общем-то, в принципе, очень похоже. Да, ну тут идет так. В принципе, на третьем варианте уже проявляется индивидуальная разница между пишущими. Тут идет акцент на том, что она чувствует собственную недостаточность. Раз с другой женщиной он ведет себя иначе, ее бывший муж. Как будто эта ситуация показывает ей то, что это не он плохо себя повел, а с ней что-то не так. Это рождает огромную злость и обиду к мужу, ненависть и зависть по отношению к сопернице, его новой жене Бонне. Вот Юля, видно, что не ревнивая. А, это дальше где-то есть? Ясно. Обострение этих чувств способствует также и то, что ее старшая дочь в восторге от Бонни. Они стали чуть ли не лучшими подружками. И не только ее первый муж выбрал Бонни, но и ее дочь. То есть это ей прям как на больную мозоль наступили. Ой, тут у нас есть один такой вариантик от руки написанный. Я, наверное, не смогу это хорошо прочитать. Представление о себе. Тут у нас разделены на хорошие и плохие. Хорошие. Я очень хорошая мать, я хороший человек, мне есть дело до чужих проблем, я хорошая подруга, у меня есть важное значительное занятие. Плохие представления о себе. Когда мои дети вырастут, я перестану быть матерью, перестану быть нужна, мне нужно заниматься чем-нибудь, чтобы чувствовать себя ценой. Ну смотрите, блин, вообще все одинаково. Ну вы четкие, потрясающие, очень наблюдательные, очень эмпатичные. Ну просто великолепно. Я ужасный человек, я изменила своему мужу, я отчаянно пытаюсь казаться хорошей, но это не делает меня хорошей. Я это понимаю, но все равно стараюсь. Милое такое эмпатическое описание. Так, тут у нас некоторые разложили еще на комплементарные отклики трансферентного объекта, эволюционного объекта. Если вы не разобрались, то я не могу сказать. Отлично, это очень хорошо. Комплементарный отклик трансферентного объекта. Когда Мадлен говорит, что ничего не стоит без своих детей, без какого-нибудь значительного занятия, возникает мысль, а действительно ли я чего-то добилась в жизни. То есть вы считаете, что трансферентные ожидания Мадлен это страх быть ненужной, страх быть непризнанной. Страх быть нелюбимой. Мадлен говорит, что это не искусственный дискурс. Да. Речь других, слыша. Ну, в работе, не слыша на силу. Да. Страх быть нелюбимой. Комплементарный отклик эволюционного объекта. Хотелось бы, чтобы Мадлен и поняла, что она может быть значимой, нужной, хорошей и ценной. Просто так. Не обязательно так стараться, чтобы кому-то что-то доказать. Да, мы видим как раз таки, что ее желание контроля, именно создания хорошей обстановки, приводит к парадоксальной ситуации. Это мешает ей просто быть и расслабленно наслаждаться тем хорошим, что у нее уже есть. У нее потрясающая младшая дочка, такая талантливая, клевая девчонка. Ну, потрясающий, очень милый, нежный муж. И, по сути, в принципе, если бы она расслабилась, например, она могла бы вполне уже получать удовольствие от всего того, что у нее есть, и просто быть, а не стараться казаться кем-то или стремиться быть еще лучше, чем она есть на самом деле. Вы не подчеркнули еще немножечко перфекционизм, наверное. Но перфекционизм, он, в принципе, идет как следствие контроля. Ну, а в принципе, мне особо даже и добавить нечего. Да, вот еще интересно подмечено Юле ожидание, что она ожидает, что ее окружающие будут ей благодарны за ее стремление помочь. Вот я только хочу сказать, мы все время лезем через просьбу помочь. Да. То есть героиня обращалась прямо к просьбе помогения, даже с медлокой, или с зизией, с этим. Не было прямого запроса девочек поддержки, да, подружки. Да. Да, она лезет, куда ее не просят. Мне кажется, что ей просто постоянно хочется быть мамой. Вот ее бросает старшая дочь, ей нужно все равно надо это переносить. Мне кажется, она по жизни такая. Да, что она просто вот это нежная. Она должна себя чувствовать острую, что... Она деловая колбаска такая. Я тебе вопрос на контроле здесь все равно. Когда она вовлечена в каждую ситуацию, будь то с подругами или в семье, это все равно возможность контролировать ситуацию. Ей так спокойнее, она снимает какую-то, может быть, тревогу. Нет, но чем вызвано нажимание контроля? Что? Сдерживается? Помощь. Нет, я не думаю, что это связано с недоверием. Контроль, основанный на недоверии, это такая форма контроля, которая характерна для пограничников. Вот, допустим, как этот насильник, которого в конце убили, он как раз-таки контролирует всех именно из-за вот этого недоверия и желания власти. А она контролирует именно из-за того, что она хочет быть крутой, она выскочка. Она думает, что она лучше всех все знает, она сделает все лучше всех. Они сами типа не могут, они не самостоятельные. А я такая клевая, сейчас приду и правильно сделаю. Вот тогда они узнают, как хорошо и как правильно. То есть это такая гиперответственность такая, я бы так сказала. Слишком много на себя берет. Можно ли сказать, что она запоминяет какую-то пустоту душевную, вот этими всеми занятиями внедрения в чужие жизни? Я думаю, что это для нее такая форма выражения любви. Как родительская функция. Как родительская функция. Да, да. Опекунская, да. Для нее это форма выражения любви. Не достаточно просто быть рядом с человеком, она обязательно хочет для него что-то сделать и делает то, что она считает хорошим. То есть, ну, может быть, это из-за пустоты какой-то, но я думаю, что это не первый фактор, не самый первичный. Отлично. Так, диагноз... Ну, в общем, я думаю, что про Мадлен достаточно понятно, да? Вот мне интересно про мужа, кстати, Мадлен. Давайте сразу тогда про него сейчас поговорим. Давайте посмотрим, как вы умеете адекватно воспринимать мужчин. Эд. Как себя чувствует? Взрослый психический образ. Эмоционально чувствителен. Сильное женское начало. Вовлечен в воспитание детей. Старается адекватно оценивать окружающую действительность. Понимает свои чувства и чувства Мэдди. Может четко описать свои чувства и умеет заявлять о них. В детстве переживал эмоциональное и физическое насилие со стороны одноклассников и сохранил чувство неудовлетворенности из-за того, что вовремя не дал отпор, живет с этим чувством, терпелив, готов довериться жене и искренне проявляет свои эмоции и чувства. Пытается отстоять права главного мужчины в жизни Мэдди в диалоге с ее бывшим мужем. Чувствует агрессию по отношению к Мэдди из-за недопонимания и безразличия с ее стороны. От чего страдает, о чем переживает? Занимает позицию взрослого. Возможно, единственного в семье МакКинзи. Ожидание. Ждет, чтобы наладить отношения с Мэдди. Прилагает к этому свои усилия. Потребности. Потребность в гармоничных отношениях паре. Ну, немножко переоценили. Переоценили немножечко Эда. Давайте посмотрим другие версии. Что бы он сказал о себе? Мне кажется, одно из моих главных достоинств умение вникать в суть вещей и быть честным с самим собой. Я не настолько прямолинейен, как моя жена. На мой взгляд, важно береть чувства тех, кого мы любим. Мне хочется ясности в отношениях с женой. Я люблю ее. Она действительно женщина моей мечты. Но иногда я сомневаюсь, насколько ответны ее чувства. Да, я надежен, стабилен. Но, боюсь, ей бывает скучно со мной. У нее столько интересов. Она так быстро загорается и уходит в новые увлечения. Соревноваться с ней в активности бессмысленно. Иногда я в тупике. Чем еще я могу ее увлечь? Мне хотелось бы больше времени проводить с ней, заботиться о нашей семье и сделать наши отношения более насыщенными. Третий вариант. Хороший мальчик, который безумно счастлив от того, какая досталась ему жена. И очень хочет быть для нее самым лучшим мужчиной. Он жилетка, антидепрессант. Тот, кто всегда поддерживает ее, выносит все ее агрессивные нервные всплески. Он всегда рядом и всегда для нее. И ему кажется, что именно благодаря такому ее полному пониманию и принятию Мадлен его будет любить и ценить. Потрясающе. Перекос в сторону принятия подчеркнут. И хороший мальчик. Великолепно. Это то, чего я, собственно, ждала. Он долго терпит, подавляет собственное раздражение, злость, ревность, обиду, стараясь быть правильным и не создавать лишних проблем, а только решать их. Но вскоре он все-таки начинает злиться из-за того, что его поведение, его поддержка оказываются недооцененным. Ревнует жену к бывшему мужу, чувствует, что его используют, но не любят. Он переживает собственную неполноценность, но старается этого не показывать. Потрясающе. Он не хочет ее терять, поэтому он проявляет агрессию к бывшему мужу Мадлен, обвиняет его, пытаясь защищать ее. Ну, в общем, смотрите, все-таки я не считаю этого человека психически взрослым, потому что у него заниженная самооценка. У него постоянное сомнение в себе. Он на самом деле где-то в глубине души чувствует себя маленьким мальчиком. Что он где-то не дотягивает, что он не крутой, не мужественный. Он же из-за этого переживает. Да, конечно, я понимаю, что он очень высокоорганизованный невротик, но у него есть легкие такие элементы созависимости. Что это значит? У него идет перекос в сторону полного принятия его жены. Иногда где-то ему следовало бы более жестко ее критиковать, более категоричным бы быть по отношению к ней. Отклик трансферентного объекта. Он хотел бы быть таким, как ее бывший муж, возможно, тогда она была бы в нем более заинтересована. То есть он слишком хороший, перехорошил. Смотрите, да, у них там произошла такая ситуация, о которой он, в общем-то, так и не узнал. Она, его жена, вела себя с ним все больше и больше по мере развития их отношений под влиянием комплементарного отклика трансферентных объектов. То есть она оправдывала его ожидания, что его можно не уважать, его можно не любить, им можно пренебрегать. И она именно это и сделала. Она потеряла к нему интерес и изменила ему с более мужественным и страстным мужчиной. То есть произошло именно то, чего он больше всего боялся в жизни. Вот так люди и повторяют свою эволюционную неудачу. Потому что у него были такие представления о себе, то что он должен быть очень хорошим, чтобы его любили. И из-за этого он был слишком хорошим. То есть он ей создал слишком благоприятные условия. И для нее это было как такое теплое болотце, которое ей надоело, скучное. Он должен был бы быть с ней, но ему не хватало мужественности. Ему не хватало мужественности. Он слишком мягкий. Вот вы подчеркнули в нем женское начало. То есть получается, что если бы он ей просто говорил, «Слышь, Мэдди, ты меня уже просто достала. Ты давай рот свой закрывай, нормально себя веди дома. Вот давай, хватит лезть туда, во все эти чужие семьи. Давай голову включай и занимайся своими делами». То есть побольше критики в адрес ее поведения позволило бы ей измениться именно в ту сторону, чтобы она стала поскромнее чуть-чуть. А получается, что он ее просто как бы и сам до нельзя распускал. Вот такой пример семейной динамики за счет своей хорошести. А она не понимала то, что у нее идет комплементарный отклик трансферентного объекта и себя винила за то, что она это сделала. Все из-за того, что в принципе коммуникация у них хоть и идет на достаточно высоком уровне, как по мне, для людей, которые не владеют психоаналитическими знаниями, но тем не менее она оказалась недостаточна, потому что у них были сложности в обсуждении именно секса. И ему все-таки было очень тяжело ей по-нормальному говорить о своих проблемах и страхах. Он это говорил только в экстренных случаях и уже только сильно, когда припрет изредка, когда он же просто был доведен до кипения. И ваш вариант, я тоже прочитаю. «Представление о себе, хорошие и плохие». Я хороший муж и отец, спокойный, уравновешенный мужчина, рассудительный, у меня холодный и трезвый ум. Плохое. Я недостаточно мужественный, нерешительный, наверное. Взрывной. «Недостаточно мужественный, решительный, взрывной». «Моя жена меня не хочет, потому что я недостаточно мужествен». Комплементарный отклик трансферентного объекта. «Ну да, ты недостаточно мужественный». То есть неуважение и пренебрежение. «Твоя жена тебя не хочет, и никто тебя не хочет». Скорее всего, когда Эд был маленьким, ему часто говорили, «Ты что, снова растерялся?» «А, слово расслабился?» «Расплакался?» «Ой, расплакался?» «Ты не мужик?» «Ты что, не пойдешь со мной на охоту убивать животных?» «Ты не мужик?» «Ты что, предпочитаешь читать книгу вместо игры в футбол с друзьями?» «Ну да, очень, на самом деле, в принципе, то характер Эда – это наш новый образ мужественности. Да, сейчас. То есть сейчас модный мужчина – это именно заботливый, который осознает свою роль отца, чувственный, способный к принятию. Но раньше, в более консервативной среде, где были более жесткие гендерные стереотипы, Эда негативно оценивалась, такие характеристики. А мужественный – это значит брутальный, агрессивный, неуважающий партнершу, допустим. И дальше. «А мне от чего-то кажется, что Эд именно предпочитал читать книги». Ну да, то есть в нём больше были развиты именно такие спокойные аспекты, эмпатия. Ситуация в школе, когда Эд не смог постоять за себя. Он не смог не от того, что он не мужик, а от того, что он знал, что он не мужик, потому что ему так сказали. А тот другой, обидчик, мужик, он может постоять за себя, и против него отпадают все аргументы. Достаточно того, что он мужик, а я не мужик. Ну вот вы очень потрясающе просты, как святая простота. Вот чем проще, тем лучше. Вообще великолепная такая практически детская непосредственность. Очень прикольное подмечание таких тонких нюансов. Хотелось бы комплементарный отклик эволюционного объекта, чтобы Эд понял, что он мужчина, что он может быть мужественным, только по-своему. Что такое мужчина для Эда? Все, у кого есть мужские половые признаки. Еще у Эда есть замечательное свойство. Он видит, что люди притворяются, лгут. Я имею в виду обыкновенную невротическую культурную ложь другим и самим себе. И Эд тоже играет в эту игру, только он это притворство осознает, в отличие от других, притворяется нормальным. Ну да, искренность, интеллигентность, проницательность – это его самые сильные черты, которые, в принципе, если позитивно оценить, но он же тоже страдает от того, что его жена именно эти черты не ценит. Она ему ни разу не сказала, слушай, спасибо тебе огромное, пока я там шарахалась по всем своим дурындам, ты и обед приготовил, и ужин, и с дочкой посидел, и вы с ней музыку послушали. Спасибо, что ты меня все время поддерживаешь. Ей пофиг, она там скачет, как стрекоза, а он бедный сидит, и его даже никто приятного слова не скажет. Но у нас же и работа с тем, и у нас есть все ее деятельности, а то, что мы видим, это нужно все это активно следить. Кстати, по мужских качествах, то, что я прочла, что актер, который играл это, он предложил, изначально образ не подразумевал бороду, бороду, и он предложил, значит, что давайте я отращу бороду, и буду, значит, бородой, в общем-то, тоже такой момент, и режиссер согласился с сценаристом предоставляемым, и вот он получился такой бородатый, ну, в общем, какой-то тоже элемент мужского. Ну, наверное, не по-моему, ладно, бородатый, да? Я не знаю. Ну, я вот, как если смотреть, ну, я, в принципе, Мэдди очень понимала. Если честно, вот этот вот трансферентного объекта отриц по отношению к Эду тоже испытывала, ну, сложно, наверное, какое-то такое страстное желание к такому мужчине испытывать, когда он правдает, ну, как постил. Да, то есть, именно чем ему мог бы помочь, чем бы ему мог помочь психоаналитик? Именно тем, чтобы, да, сказать ему, что твоя мужественность, в общем-то, тоже считается, это тоже мужественность, да, и самое главное, это помочь ему более твердо отстаивать свои права, и именно помочь ему начать по-другому себя вести со своей женой. Вот таким образом должно было бы измениться его поведение, чтобы он просто не сам не унижался перед ней, как бы не выслуживался и поменьше ее терпел, потому что его терпение, оно уже переходит все разумные границы, и там, где уже хотелось бы ее покритиковать, то есть там, где на нее возникает естественный отклик, как бы ее осадить, сказать ей, будь поспокойнее, да, у него не возникает какого-то гнева или недовольства, то есть у него терпение слишком долготерпимое. Ну, по поводу мужчины-насильника, я тоже могу, я просто дальше уже не буду других героев читать, в принципе, ну, мне, я думаю, что вам всем уже все понятно, мы достаточно подробно обсудили, я еще раз хочу сказать, что я очень приятно, вот реально, честно, прям клянусь, я думала, блин, сейчас напишут какую-нибудь фигню еще вдруг, да, придется, ну, ладно, думаю, если что, там разберемся по ходу, но то, что я увидела, это просто потрясающе, вы великолепны и неподражаемы, я очень, очень восхищена вами, спасибо вам огромное за эту безукоризненную работу. И вы выиграли все четверо, кто сдал свою работу, у меня бесплатную супервизию, пожалуйста, когда начнете практиковать, приходите и обсудим вашу работу. По поводу насильника, вот здесь очень хорошо виден простой двухклеточный мир пограничника, да, ты уходишь, власть, я тебя бью, пока ты такая, как я хочу, я тебе говорю приятные слова. Вот такой очень яркий, именно жизненный пример эксплуатации неуважительного отношения и использования своей жены именно как функционального объекта. Как только она пытается там что-то чуть-чуть там от него как-то отдалиться, сразу он ее избил, да, а образ вот этой женщины, ну, жаль, конечно, что мы его не успели рассмотреть, это образ классической созависимой, которая отрицает это насилие, она даже обвиняет саму себя в нем и говорит, что она просто мазохистка, ей это приятно, ей это нравится, то есть у нее уже степень инвалидизации достигла такой степени, что она уже сама не понимает, нравится ей это или нет, у нее психическая анестезия идет, то есть она уже не помнит, кто она такая, она уже просто отдалилась от своей личности, ушла куда-то глубоко на дно, ее ресурсы, в принципе, полностью истощились. Ну, и, естественно, она всячески оправдывает всеми возможными и невозможными логичными и нелогичными способами действия этого мужа. и что еще характерно, очень интересный был нюанс, это именно то, как она отрицала влияние на детей этого насилия, что потом оказалось для нее сюрпризом. Да, еще для нее что-то очень важное должна была вот эта этикетка их семьи, ну, вот, как они выглядели такой благополучной, они там любят друг друга, встреченные, и вот она очень сильно, как мне показалось, ее очень сильно держала. Хотела воссоздать этот образ. Да, потому что в глазах общества семья такая идеальная, она тоже и коснулась. Да, для нее было стыдно. Да, для нее было стыдно признать то, что ее семья недостаточно идеальна. Ну, да, наверное, она получала удовольствие от того, какая она вся такая красивая. Она же так уже психоантретику сказала, что, наверное, меня больше волнует, как меня воспринимают женщины. Да, у нас есть. И ее это очень. Как там я сама себя люблю. Но очень хороший был именно нюанс. Ну, помимо того, естественно, что этот семейный психотерапевт грамотно себя повел. Ну, это там просто быстро показали, но достаточно, в принципе, нормально. У меня претензий нет. Оценила чисто. И как она корректно и правильно себя повела, когда узнала, как ведет себя ее ребенок. Да, вот тут она тоже хорошо сработала. Ну, что я вам могу сказать? Пора переходить к заключению на этой позитивной ноте. А заключение будет не очень позитивное. Заключение будет трезвое. Что я вам хочу сказать, дорогие коллеги? Вот сегодня я увидела, что вы, вам палец в рот не клади, и вы, в общем-то, достаточно подготовлены. И мне вот не нравится, знаете, какой нюанс? В том, что вы себя недооцениваете. И у вас вообще вот какое-то такое состояние иногда, мне кажется, какой-то беспомощности. Вот вы ходите, ходите с одних лекций на другие. Что вы туда ходите? Что вы сюда вот ходите? Зачем? Зачем вам это надо? Не ставьте между собой и книгой посредника. Читайте сами. Как я подготовила этот кружок? Я взяла книгу, законспектировала ее и рассказала вам. Ну, вам точно это надо? Может, хватит уже куда-то ходить везде вот это постоянно? Сядьте дома сами, прочитайте книжку, прочитайте, пообщайтесь с Кохутом, пообщайтесь с Техке, пообщайтесь с Кернбергом. Зачем вам нужны вот эти люди, которые берут и своими словами других людей пересказывают? Ладно, я еще нормально пересказываю. А есть такие люди, которые пока донесут эту информацию, уже половину всего переврут. Вы не доверяете свою голову чужим людям. И вы не думайте, что если вы сейчас меня послушаете, я вам какую-то книжку пересказала, то вы эту информацию на 100% сможете использовать. Вы сможете использовать только ту информацию, которая добыта вами самими. Это первое. И второе. Вы не ходите постоянно на лекции вот эти теоретические, потому что теоретические лекции, они только до какого-то предела работают. Дальше начинается ваш личный опыт, начинается ваша личная практика. Как на самом деле это работает? Вы начинаете практиковать, сталкиваетесь с какой-то проблемой, и вы идете, и в литературе ищите ответ. А если вы сейчас наслушаетесь, эти знания сами, количественно, они в качественные не перейдут. Очень многое можно просто узнать только именно на практике. Понимаете? Поэтому вы не бойтесь практиковать. Вам еще тоже внушают такую мысль, то что вот пока вы какие-то там требования не реализуете, вам пока не разрешат, вот нельзя. Как будто вы такие маленькие, какие-то все и глупенькие. Вы меня извините, конечно, но вот эти люди, которые вам сейчас не разрешают, они сами ни у кого разрешения не спрашивали. И они сами эти требования не выполнили, которые они теперь вам предъявляют. Вы сами себе предъявляйте требования, будьте смелыми и ответственными. И пусть у вас будет в этом баланс. Я вам хочу пожелать, чтобы вы через три там года или через пять лет уже работали, чувствовали бы себя так же уверенно и комфортно, как я сейчас. Но для этого я вам хочу пожелать, чтобы вы опирались именно на свои собственные индивидуальные ощущения и потребности и на свой стиль работы, потому что он у каждого из вас будет своим собственным, уникальным. Не слушайте никого, слушайте себя. Спасибо. Спасибо вам тоже.